Раз, и вот начала рожать, и вдруг начинается проблема. Есть женщины, которые прекрасно рожают, а есть женщины, которые, к сожалению, не могут родить. Крупные, то есть мы это понимаем только во время родов. Кустый кусок, назовем это, плоти. Сейчас очень мало рожают, 25 лет. Значит, женщина, здесь бригада, здесь стоит вот этот вот где-нибудь в уголке муж. Здравствуйте, уважаемые зрители, сетевого вещания, редакция газеты «Вечерняя Москва». Это программа интервью, я и ее ведущий Руслан Орехов. Сегодня мы поговорим о женском здоровье, конкретно о родах. О родах дома, тех, которые для кого-то являются чем-то передовым, правильным, а для кого-то являются верным путем погубить здоровье себе и своему ребенку. И поговорим мы об этом с Ольгой Придухиной, врачом, акушером, гинекологом, экспертном в области бесплодия и автором книги «Как быстро забеременеть». Эта книга у меня есть, я ее потом покажу. А пока все-таки к нашей теме. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вот, ну, сразу простой и понятный вопрос. Ваши отношения к домашним родам? Я, конечно же, как врач-акушер-гинеколог полностью негативно отношусь к домашним родам и всем зрителям, пациентам активно пропагандирую. Закрыли тему. Подождите, я понял. Да, но тем не менее, ведь это же целая отрасль. Такая, ну, назовем это с одной стороны бизнес, с другой стороны это такое какое-то движение. То есть это не обязательно, все сводится к деньгам. И в нем участвуют в том числе и акушерки, и беременность ведут врачи. И, в принципе, всегда, ну, так сказать, вот, ну, у меня есть некий опыт, ну, не личный, знакомая рожала дома. Это было давно. Ну, и там, значит, вплоть до того, что акушерка была, под окнами, типа, стояла скорая помощь. Но все это происходило дома, в родных пенатах. Вы против такого тоже? Я категорически против, потому что бывает очень страшное осложнение родов. И у нас в пределах родильного дома есть 15 минут доставить, там, 10-5 минут из одного конца в другой, в операционную. А если это дома, то, допустим, требуется экстренное оперативное родоразрешение. Женщина теряет большое количество крови. Там, погибает ребенок. Это может произойти буквально в течение минуты. Там, двух, трех минут. Ну, это звучит, извините, что перерываю, просто, ну, подождите, это, конечно, звучит страшно, против этого трудно возражать, но, тем не менее, вопрос, во-первых, насколько это, знаете, вы оперируетесь случаями своей практики. Понятное дело, что когда у вас большая практика, там, сколько через вас, там, в месяц проходит роженица? Ну, достаточно большое количество. А сколько из них, вот даже, вот, лично вы сталкиваетесь с какими-то реальными осложнениями, которые могут неразрешимо быть в домашних условиях? Ну, для меня сейчас это большая проблема, потому что практически больше половины женщин сейчас не могут родить без помощи профессионалов, специалистов, каких-то методик, препаратов, которые я не представляю себе, как это могло бы быть дома. Хорошо, давайте с этой стороны зайдем. То есть, вот, ну, я понимаю, что это миф, но, то есть, вот эти рассказы о том, что вот это вот жало-жало вот эту рожь, отошла в сторонку, родила, перепеленала, покормила и пошла дальше жать. Я понимаю, что это миф, но вот сейчас что-то изменилось с женским здоровьем? Вот возможности спокойно, нормально, реально, естественно, родить? Или это всегда была сложность и проблема? Ну, если мы, допустим, обратимся к статистике, которая была раньше по материнской смертности, то цифры были огромные. Ну, смотрите, возьмем, так сказать, на незабвенную память, доброй памяти советскую медицину, где вроде как был максимум, да, сделан усилий для того, чтобы сохранить жизнь, здоровье матерей и детей. Так вот, вот тогда тоже была огромная статистика? Конечно, мы и опираемся на эту статистику. Ну, что значит огромная? Ну, процентов 50-40 точно женщин, которые могли погибнуть во время родов. Просто если мы берем то время, как вы говорите, когда женщина в поле там собирала рожь и рожала, там же не велась какая-то определенная статистика, поэтому нам очень сложно сказать. Но если мы вспомним наших бабушек, прабабушек, прапрабабушек, то очень часто звучало, что женщина умерла во время пятых родов. Если это вспомнить, такое действительно есть. И, конечно же, сейчас этот процент практически минимизирован. То есть очень редко, когда женщина умирает. И минимизирован усилиями медицины. Конечно, усилиями. Подождите секундочку, тогда объясните мне вот этому грубому мужчине. Это в принципе, так сказать, человеческий вид не очень приспособлен самостоятельно рожать? Или это какой-то, я не знаю, результат воздействия цивилизации? Или это результат нынешнего воздействия цивилизации? Это сложный вопрос. Вопрос природы, на который нам сложно ответить. Есть женщины, которые прекрасно рожают, а есть женщины, которые, к сожалению, не могут родить без помощи той же операции или применения каких-то препаратов и методик. Заранее это каким-то образом можно выяснить? Но есть же вот это строение, там, УЗИ, люди смотрят, хоть томографию делают, всё что угодно. Изучай, 9 месяцев у тебя есть минимум для того, чтобы это всё понять? Конечно, у нас есть группа женщин, которые находятся в определённых факторах риска и которым уже заранее показано, допустим, плановое родоразрешение оперативным путём. Сколько вот этих самых, я не буду, ну, знаете, можете, конечно, привести пример, это тоже интересно, но тем не менее, вот этих вот факторов риска, которые уже заведомо известны, да, а много ли этих факторов риска, которые вот неизвестны? То есть, ну, типа, раз, и вот начала рожать, и вдруг начинаются проблемы. То есть, никто не жданно, не гаданно. Ну, процентов 20, мне кажется, можно точно сказать, что есть такая проблема. Допустим, приведу пример. Да. Есть такой диагноз, как клинический узкий таз, который мы не можем заранее поставить. Вроде бы у женщины нормальные размеры таза, вроде бы некрупный ребёнок, но конкретной женщине конкретный ребёнок крупный, то есть мы это понимаем только во время родов. То есть, заранее померить ничего нельзя? Мы спрогнозировать не можем, потому что вроде бы всё нормально, но, может быть, у него большая головка, и она просто не может... Ну, она же ниоткуда не взялась, вот мы же знаем, вот она и УЗИ. А бывают совершенно разные размеры, и УЗИ не всегда нам показывают стопроцентную массу плода. Поэтому вот это то, что касается родов в роддоме, то есть мы это видим только во время родов, и можем её экстренно оперативно родоразрешить. А если такая ситуация случится дома, ребёнок в это время очень сильно страдает, и когда женщина будет доставлена в больницу, неизвестно. То есть это будет стопроцентная... Чем это грозит ребёнку? Ну, то есть, условно говоря, есть шанс довезти до больницы, сделать кесарево и так далее? Я думаю, из тех примеров, которые, к сожалению, были очень печальные, таких примеров нет, потому что голова ребёнка стоит в костях женщины, ребёнок очень страдает, и обычно привозят уже, к сожалению, в ситуации, когда мы не можем помочь, а только уже боремся за здоровье и жизнь женщины. — Скажите, пожалуйста, тогда вопрос всё-таки вот этот тот самый. На ваш взгляд, я не знаю, опыта вашей... Просто я не могу сказать, за годы вашей практики изменилось ли что-нибудь, вы не выглядите умудрённой такой вот светилом. Но, тем не менее, вот есть ли какая-то статистика изучения, меняется ли вообще состояние и возможности женщинам к естественному роду? Вот, ну, вот, я не знаю, там, последние 10 лет, последние 20 лет, последние 30 лет, но вот что-то меняется принципиально? — Я думаю, что меняется в положительную сторону, потому что мы сейчас активно ведём политику против кесарево сечения, чтобы поголовно всем, по желанию, эта операция не выполнялась. Потому что операция достаточно сложная, и, конечно... — А хотя, ну, такой, я просто по себе сужу, ну, то есть, в некое, наоборот, простое, там, раз, разрезал, раз, достал, раз, зашил, всё. — Ну, есть... — И не надо вот эти часами мучиться. — Восстановительный период, и, конечно же, остаётся рубец на матке, который неизвестно, как себя может показать при последующих беременностях. — А насколько на это всё накладывается, ну, я так понимаю, что у нас временная ступень лени первой беременности, время первых родов, оно потихонечку, неуклонно отодвигается куда-то, туда, вдаль, да. Насколько это всё накладывается в отпечаток? — Конечно, что, безусловно, девушке, там, в 25-30 лет будет, безусловно, легче вступить в роды и справиться, там, с самими родами, чем уже женщине, там, в 40 или 40 плюс лет. Конечно, разные бывают случаи, но в целом всё равно, вот, гормональный статус, состояние здоровья позволяют в более молодом возрасте... — А оптимальный более молодой возраст, он какой? 20, 25, 30, 35? — Ну, по своей практике... — Я понимаю, что это статистика, что это вообще, но тем не менее. — Ну, по своей практике могу сказать от 25 до 35 лет, потому что сейчас возраст первородящих, как вы знаете, тоже сдвинулся, и мы можем там чётко сказать, во сколько мы не можем. Сейчас очень мало рожают 25 лет, но большинство женщин и в 30, и в 31 год это первые роды, и, в принципе, они неплохо рожают и не дают каких-то серьёзных... — Но, знаете, к домашним родам, знаете, здесь подливает огонь ещё и общественное мнение в отношении к официальным медицинским учреждениям. То есть, ну, начиная со страшилок о том, что забыли ребёнка на подоконнике, он заболел, простудился и умер, и кончая просто элементарным отношением, когда вот это вот по стеночке, в халатике, вот сама-сама, по коридору, в туалет, не залёживаясь. А вот что вы тут скажете, понимаете, здесь ведь одно дело, да, конечно, умереть не дадут, а с другой стороны, как сказать, ну и комфорта особо не будет, никто за тобой ухаживать и смотреть тоже особо не собирается. — Вот здесь бы я с вами поспорила, потому что на сегодняшний день политика настроена государством на самом деле так, что всё делается для полного комфорта женщины и полного комфорта ребёнка. Никто не оставляет женщину, таких случаев сведенины практически на единицы. То есть я даже читаю постоянно форумы, общаюсь с пациентами в обычных государственных роддомах по полису ОМС, можно родить, и остаются прекрасные впечатления. — Ну вот это действительно, у меня тут даже в ухе ещё наши зрители сидят, да, один рассказывает об истории своей собственной супруги, которая сама-сама вот всё-таки вот где здесь вот… Я понимаю, что есть декларации, я понимаю, что есть какие-то лучшие больницы, но в среднем-то по стране оно всё достаточно печально выглядит. И вот ещё один какой момент, который приводит в качестве такого очень, что ли, яркого и сильного аргумента в пользу родов. То есть я не знаю, как это происходит, что ребёнка сразу у женщины забирают, а ребёнку надо положить на грудь матери, дать вот этой вот крови из плаценты в ВСУ перекачаться в ребёнка, чтобы вот это не отрезать. То он, значит, в роддоме он синий, а тут он полежит, он же розовенький, вот эта плацента всё отдаст, вот тогда можно перерезать, а сама она там отсохнет и так далее. В общем, роддом – конвейер, дома – это индивидуальный подход, вот всё вот будет сделано для того, чтобы вот это вот единение с матерью и ребёнком случилось. Ну, здесь опять же я с вами могу поспорить на этот счёт, потому что ребёнка в матери никто не забирает, забирают только в случаях, если ребёнку требуется какая-то помощь реанимационная или помощь врача-неанатолога. А так ребёнок находится с матерью, выкладывается на грудь и… Насколько? Вот сколько ей надо, столько он и будет лежать или всё-таки… В течение двух часов. Пуповина, безусловно, перерезается после родов. Сразу? Не сразу, в течение одной-двух минут, в зависимости от роддома. Но опять же были многократные исследования на эту тему, которые показывают, что если пуповину не перерезать, могут быть также осложнения. И про… Какие? Различные проблемы с гемостазом ребёнка, то есть различные инфекции, которые были во время беременности, внутриутробные, могут также передаться. Ну, подождите, он же через эту плаценту 9 месяцев питался, какие с ней проблемы могут быть? Ну, понимаете как? То есть бывает, что защитные силы организма ещё как бы ребёнка поддерживают, иммунитет ребёнка. А когда, соответственно, плацента начинает уже лежать, а как любая ткань, она начинает разлагаться… Ну, мы же не говорим там на день, на сутки это всё, ну, час, ну, 30 минут, а также там же, сколько в ней, это же, я видел её однажды, нет, два раза в жизни, такой увесистый кусок, назовём это, плоти, и сколько там крови-то, всё это можно, можно быть, в ребёнка надо. А это бессмысленно, это не нужно, ребёнок получает в первые минуты все необходимые вещества, то есть кислород, все тромбоциты, весь гемостаз, и больше ему это не нужно. Я прямо сейчас вижу, как вот все эти поборники естественных родов, так они это называют, сейчас вот прям дискутируют, к сожалению. Да, я не могу привести эти доводы, но тут дискуссия наверняка сейчас прям зашкаливает. Но, тем не менее, хорошо, есть ведь ещё более такие вещи, экстремальные, назовём так, там, вот это в море, вот это вот на природе, водоём, ребёнок сразу, и я скажу доводы, которые я читал, ребёнок сразу попадает в водную среду, в ванну, опять же, да, а у него нет этого резкого перепада между внутриутробным состоянием и вот окружающей средой, холодной и жестокой давлении нету перепада, ведь в этом же есть какой-то плюс и какая-то логика? Сейчас в роддомах во многих практикуются роды в воду. То есть можно в роддоме уже это сделать? Пожалуйста, во многих роддомах, по-моему, даже не только в Москве, а по всей России это возможно, и в принципе, если у женщины настолько хочет пройти это, пожалуйста. Это нормальная медицинская практика, то есть, и что будет являться показанием, то, что надо будет за это заплатить, или это женщина может сказать, я хочу, вот мне да. Надо в зависимости от города, от роддома уже узнавать конкретные условия, но по желанию женщины, скорее всего, на платных условиях это можно сделать. Хорошо, на ваш взгляд, еще один довод в пользу дома. Родные, все здесь, родные пенаты, рука помощи, ну, то есть все вокруг. Как это всегда и происходило. Женщина рожала дома, и все вокруг нее стояли. Ну, может быть, мужчин выгоняли из дома, но там мамы, сестры, свекрови, соседки, все стояли и болели за нее. Ну, я, конечно, утрирую, шучу, но тем не менее. А вот сейчас, ну, дай бог, если мужа пустят, и то не факт. Вот это вот моральная поддержка. Моральная поддержка, ну, не просто так сейчас создано много курсов и в роддомах, и в онлайн-режиме. То есть можно прослушать, подготовиться к родам, партнерские роды есть. То есть зачем женщине, ну, не каждая, может, женщина даже хочет, чтобы вокруг нее вот эта вся толпа находилась. Какая-то не хочет, но какая-то, вот вы сказали, партнерские роды. Но я понимаю, что когда, да, вот есть женщина, есть акушерка, есть любимый супруг, который еще, да, надо тоже, конечно, подготовить, но тем не менее он держит за руку, они все вместе, это некий единый такой момент. А когда в роддоме, ну, я себе как представляю? Я только по кино это все себе могу представить. Значит, женщина, здесь бригада, здесь стоит вот этот вот где-нибудь в уголке муж, которому говорят, ты только не мешай и по возможности не падай в обморок, чтобы еще тобой не заниматься. Какая тут поддержка? Ну, постоял, поприсутствовал где-то в уголке, чтобы не мешаться. Это немножко по-другому выглядит. Ну, сейчас на родах появляются и психологи, и различные, там, доулы, то есть, кого хочет женщина с собой взять, тот, в принципе, и может прийти. Но, опять же, почему я конкретно против домашних родов, я всегда говорю про осложнение, то есть, когда мы ставим жизнь женщины и ребенка на кону, или, допустим, там, окружение, чтобы ее кто-то поддерживал. То есть, я всегда за то, что все-таки давайте лучше это будут хорошие роды без осложнений, чем вот… А вот на ваш взгляд, смотрите, если рассматривать, глубоко пустила психология корни в нашу жизнь, да, и многие какие-то школы или направления психологии находят причины каких-то проблем, вот прямо вот в моменте рождения, вот на ваш взгляд, насколько все-таки, ну, вернее, не так, на ваш взгляд, насколько современное акушерство учитывает вот эти все вещи? Это вообще к вам? Или ваше дело, вот, ребенка достать, чтобы мать была здорова, зашить в случае чего, вот, померить температуру, взвесить и дальше это уже, так сказать, или все-таки уже каким-то образом и это учитывается? Я с надеждой в голосе это произношу. Ну, безусловно, мы и общаемся с женщиной, и с ребенок, когда рождается. Знаете, хочется только спросить, в каком роддоме вы работаете, потому что, знаете, вот если вы рассказываете о своем конкретном месте работы, туда бы я отдал это все, ну, насколько это прям реальная практика? Нет, действительно, я бываю в разных роддомах, и сейчас действительно государственная программа направлена на то, чтобы женщине как можно было комфортнее рожать. Сейчас созданы индивидуальные палаты, индивидуальные боксы родильные, то есть это все бесплатно, то есть действительно женщина может прийти и в индивидуальном боксе родить. Это такая практика используется во всех областных перинатальных центрах по всей России, и действительно женщинам комфортно там рожать. И поверьте, каждый акушер-гинеколог, вот, можно так сказать, в кавычках головой отвечает за каждую женщину и за каждого ребенка. Смотрите, вот вы упомянули платную основу, это некая такая, да, фетиш, но истории разные рассказывают о том, что заплатили денег, договорились с врачом, ну, в смысле, вот к вам конкретно, вот условно говоря, к Ольге Придухиной, можно сказать, я хочу рожать только у нее? Безусловно, можно, есть определенные условия родильного дома, где женщина или, допустим, моя пациентка может прийти и заключить договор о ведении родов конкретно со мной, то есть я в любое время дня и ночи к ней приеду и буду у нее принимать роды. Потому что я слышал историю о том, что, да, заплатили, да, договорились, да, выбрали, роды начались в тот самый момент, когда врача не было, и пошли по общему спину, методикам. Ну, такое, безусловно, бывает, но в большинстве случаев все врачи, кто уже соглашается вести роды, они конкретно предупреждают, допустим, что я в такой-то момент в отпуске, и тогда не беру пациентку. Или договариваются со своими коллегами, то есть опять же с договоренностью с пациенткой. Насколько важно, чтобы один врач вел всю беременность, ну, потому что у нас есть консультации, там отдельные врачи, у нас есть там, туда пошли, там проверились. Насколько важно, чтобы один врач вот там вот с момента, ну, не с момента зачатия, но с самых ранних стадий беременности до самого конца вел женщину? Ну, на мой взгляд, это очень важно, потому что врач понимает, что происходит, знает, что назначено, в каких дозировках. И когда женщина приходит к другому врачу, это все может поменяться, и как врач не понимает, что дальше с ним делать. Да, на что может повлиять женщина, находясь в медицинском учреждении, в процессе родов? Потому что, ну, я там слышал какие-то истории о том, что вот это кто-то требует уже, отказывается от забезболивания, потом кричит, обезболите, и так далее. На что реально человек может повлиять? Потому что, на мой взгляд, он уже некий пациент, фактически на хирургическом столе. Вот ты уже здесь и тобой занимается, ты, главное, не мешай. А что он может сказать? Это да, это нет. Ну, вот такая была ситуация совсем недавно на дежурстве. Пациентка обратилась и сказала, мне, пожалуйста, никакие препараты не вводить, я от всего отказываюсь. То есть она пишет официальный письменный отказ, что она от всего отказывается. Но потом что-нибудь пойдет не так, и всем будет плевать на то, что она... Нет, вы не правы в этой ситуации. И ситуация пошла так, что ей потребовалось введение окситоцина. Причем женщине было объяснено, она с этим согласилась, написала добровольное согласие, и, соответственно, роды закончились благополучно, родился прекрасный ребенок. То есть все женщинам объясняется и в случаях отказа, и в случаях согласия. И только женщина решает, хочет она, там, допустим, даже кесарево сечение или не хочет. То есть мы всегда объясняем. А есть же ситуации, когда уже женщина без сознания, не без сознания. То есть уже врач считает, что это единственный способ. И вот тут как это все будет решаться? Ну у нас, слава богу, таких женщин бывает очень мало, которые уже без сознания находятся. Тогда мы принимаем. У нас есть, опять же, главный врач, есть начмед, есть высшее руководство, к которому мы обращаемся. И коллегиально принимаем решения, связываемся с родственниками. И это все оформляем, опять же, документально. Насколько это большая проблема женщины, которые не ходили, никакой учет не вставали, никакой консультации себя не давали исследовать, и вдруг вот они приходят рожать. Для меня это действительно очень большая проблема, потому что когда женщина поступает необследованная, мы не знаем, что ждать. Что происходит с ее здоровьем? Вы только что сказали, что голова ребенка невозможно померить. А чего ждать? Какие могут быть неожиданности? Различные. Если женщина отказалась от УЗИ, допустим, что УЗИ вредно, как она считает, отказалась от УЗИ, и во время родов мы видим, что у ребенка какая-нибудь хромосомная аномалия, допустим, синдром Дауна. А это видно на УЗИ? Видно, безусловно. Мы еще и кровь во время скрининга берем на данную патологию. И здесь, конечно, и женщина находится в таком очень удрученном состоянии. Недавно как раз была такая пациентка, которая потом отказалась от ребенка, написала письменный отказ и очень жалела, что всю беременность не делала УЗИ. Хорошо. Тогда вопрос все-таки, а вот есть какие-то ситуации, ну да я не знаю, какая-нибудь гипотетическая ситуация, когда нужно иметь, или для какой ситуации нужно иметь возможность подготовить, возможность рожать дома? Я не могу такую ситуацию привести, так как я категорически против родов. То есть в Москве всегда надо ехать заранее и, так сказать, рожать в родов. Безусловно, это моя четкая позиция. И я всем женщинам прямо рекомендую только рожать в государственных, в частных, но в профессиональных, специализированных учреждениях. Знаете, цифры, особенно на частные услуги, они очень сильно разнятся. А вот на Ваш взгляд, вот где какая-то разумная перечень услуг? Потому что я понимаю, что там можно поставить вот эту плазму трехметровую в палату, чтобы было нескучно. Но это некая такая необязательная вещь. А вот тем не менее, вот где граница этой реальной пользы? Сейчас сложно сказать, потому что в зависимости от того, что нужно конкретной пациентке. Кто-то сказал, мне очень хорошо, я бесплатно рожу по полю СУМС, дом напротив моего дома, роддом находится, и все прекрасно. А кто-то хочет, чтобы ему из ресторана привозили еду. А я имею в виду медицинские услуги? Медицинские услуги, они одинаковые, просто зависят от того, с кем Вы хотите рожать. С врачом, с конкретным, с заведующим или со своим человеком? Ольга Придухина, врач-акушер-гинеколог, эксперт в области бесплодия, автор книги «Как быстро и просто заберешься».